Доброе утро. Время 6 утра. Собираемся в столовую и на обед. Ой, в столовую. Завтракать не на объект, хотел сказать, а не на обед. Ну да ладно, даже пересмотреть буду. Соседи уже завелись. Наша техничка, техничка заседей. Все, сели уже поехали на своей. Наши еще сто вид. Слушайте, какая вина в кустах. Ночь вообще не замолкает постоянно. Кря-кря-кря. Мы вчера ехали. Булыжник вылетел с подстречки. Вот такая вот фигня. Реально булыжник. Весь салон был в этих вот наскоках. Видно вон, не видно вон. И задний ряд. В этом-то задний не видно. И задний ряд был, короче, и передний. Ну, весь салон, короче, в этих оскоках был. Кошмар. Опасно. Я за рулем выйду, я вообще сяду назад. И буду ехать сзади. Вот. До столки нам ехать примерно 6 километров в соседней деревне. Ну, как вы видели на предыдущем кадре, при входе каша стоит каждый день. разная. Сегодня, что сказать, стол был на завтрак так себе. Ну вот, можно съесть кашу, можно съесть сосисок. Сколько тебе влезет, в принципе. Я себе взял две сосиски, кофе и два бутерброда с сыром. Можно печенье тоже скушать. Если ты это не ешь, ты можешь попросить вчерашний ужин. Ты вот сам микроволновки разогреешь и поешь. Либо ты можешь попросить персонал кухни, чтобы тебе пожарили яичницу. Ну, бывает, что люди что-то не хотят есть. А так, на завтрак могут дать, допустим, кашу плюс сырники или кашу плюс блинчики. Извиняюсь, рация. В общем, кормят на убой. Ешь, сколько влезет. Все это, естественно, бесплатно для сотрудников. Доктора прошли. Вот видят наши флаги. Справа, что Германия, слева Россия, посередине надпись БАГДУ. Ладно. Поехал я заправлю машинку до полного, до Талова, так сказать. И в работу. Наши машины по утрам заправляются. С 7 до 8 заправка происходит. Впереди 5 машин в очереди. Стоим, ждем. В каждом по 200-300 литров пока заправят. Все, заправились. Теперь можно ехать в здание. Далее уже какая техника стоит. Сейчас за горой будем отсев возить на причал на погрузку корабля. Проехали на погрузку. Лепхер грузит. Пока что не меня грузит. Пока что перерыв машина, которая стоит в грузе. Ну, он еще 3 ковша кидает и поехал. Я прихворал немножко. Мне очень страшно. Мне нравится не заснимать циркула спать потом. Ездим по закрытой территории, то есть не выезжаем на дороги общего пользования. Поэтому ничего страшного, что сыпется минимум бортов. Не надо ничего накрывать. В общем, красота. Вот. Такой Лепхер. Все, загрузились. Забой. Если плохо видно, там очень глубоко вниз. Это первый уровень. Там второй еще и третий вниз есть. Первый. Второй. И вот третий. И они еще не что-то бурятся. Бурилки стоят. Знают, что там видно на камеру, потому что солнце слепит плюс пыль. Да. Сегодня не так много пыли. Синхронизатор на четвертой передаче. Первая четвертая. Сложно включается и с перегазовочкой, и на малых оборотах, но она. Это камушки. Это камни. Потом этот вот бут, мелкий вот этот, его уже пускают во вторую троплюку уже на меньшие фракции. транспорт-бочкой крутит самосвал от Сева. Ну, а вот щебень получается готовый. сейчас его сгонишь, переключится. я на тебя могу так переключиться. Я зря переключился. нельзя отвлекаться, конечно, в дороге. просто подъем. Я знаю, что подъем, а... так просто как бы задумался. Так моментально все позеленело. Ну, в мае позеленело еще. Просто мы приехали, в мае, деревья вот такие голые, лес невзрачный, просто такой, соответственно, прозрачный. прошел буквально сплетение. Хоп, все зеленое. А теперь вот переключаемся и потихонечку на гранике катимся за горы. Сейчас гора будет крутая. Горняк-саблат, конечно. Нормально. Это еще слабый спуск. Это склады 10. фракция 8.11.2. Сейчас начнется спуск. Ограничение скорости 30 км в час знак стоит и вот начинается крутой спуск. Но никто тут не спускает скоростью 30 км в час. Потому что... Потому что... Потому что не удержать машину, груженную с этой горы. Видите, озеро как низко. С горы не удержать 30 км в час. Ты держишь ее горняком, плюс притормаживаешь. Сейчас я скидываю скорость. Вообще сейчас загожу до 20 км где-то. Перед самым крутым спуском. А в конце дороги там поворот. У тебя скорость 60-70. На одном парнишке горняк не работает на машине. Так он каждый раз после спуска подъезжает от него. Так воняет палеными колодками. Реально сложно лежать. Я тут как-то на днях ехал. На тормозах хочу. Ну как на тормозах? Притормаживаю. Чтоб не испарить холод. Я еду с горы. Груженый тоже, соответственно. И у меня переднее левое рулевое колесо взрывается. Блин, слава богу, что как бы взорвалось не так сильно, что хлопок такой. И не сильно я его разорвал. А так чуть-чуть что-то. Воздух не за секунду вышел, а я остановился и он до конца спустил. Так бы где-нибудь вот там вот груженый валялся, перевернутый. Не дай бог, конечно, никому такого счастья. Ну вот спустились с самой крутой горы. Слава богу. Сейчас дорога хорошая. Грейдер сегодня утром прошел буквально сколько там? Минут 30 назад. 40. Ну я ехал на заправку. Утром, когда машину принял, мне до смерти прошел. Я на заправку поехал и Грейдер уже как раз обратно шел. Дорога погажена. Ну не особо заметно, что она погажена. Ну как-то тут после Грейдера сломался несколько дней и дожди пошли. Дорогу всю разбило. Ездили скоростью 10-15 км в час. Это вообще ночная смена была. Так долго длилась она. Кажется, блин, ну когда же уже закончится. Ну вот и пандусы. Так вот подъезжаешь на пандус, выгружаешь и уходишь по транспортной ленте на корабль. Второй корабль подошел, не было. Грубо говоря, погрузка трех кораблей одновременно идти может. Сегодня вообще никого нет у кораблей. так бывает. На причале четыре корабля стоит и еще в очереди там, грубо говоря, есть. А сегодня два корабля на причале и все. И в очереди никого не видно. Вот стоим, выгружаем на пандус и вот туда сейчас пойдет. Разговаривали с парнями, кому что нравится? Большинство, конечно, нравится работать на этом карьере. потому что, потому что. Кто работал на этом, тот знает. Но есть люди, которые тут работают и говорят, что в Голодайке лучше. Мне в Голодайке, честно, мне нравится. Там единственный плюс, что ты работаешь, грубо говоря, ты каждый день дома. А тут ты не каждый день дома, ты тут 20 дней с выездом сидишь. Не, хочешь съездить, но смысл уехать. Грубо говоря, сейчас идет ремонт дороги, это с учетом стафоров, пробок. Два с половиной, четыре часа у тебя уходит на дорогу. Как повезет. Вот вчера там проезжал проезжал механик, колеса привозил запасные. У него на дорогу сюда ушло три часа. Три часа ушло на дорогу. Как бы если ты после работы поедешь домой, три часа туда, три часа обратно. А когда спать-то? Вообще смысла нет ехать. Только бензин жечь. Хотя расстояние небольшое. Плохая дорога, плюс там ремонт дороги очень много светофоров. Работает спецтехника, плюс встречку пропускаешь, ремонт моста там идет. Как-то так. Вот. Валайки для меня один был только плюс и для кого-то это огромную роль играет, то, что ты дома. Ну, мне тут нравится еще, кстати, для меня огромный плюс вот этого карьера, а не в Голодайке, что ты ездишь по закрытой территории, тут не будет всяких бегать оленей. Ну, 8, конечно, бегают. Имеется в виду на машинах ездить гражданские, мешаться не будут. как в том месте. Каждому свое. Тут ездишь, не напрягаешься. Не знаю, сколько людей, столько и мне не очень. Кто-то говорит, я больше сюда не приеду, я лучше в Голодайке буду работать. Но, опять-таки, Голодайка. График, грубо говоря, три в день, три в ночь. три выходных. типа, цепной, два выходных. Блин, у тебя на дорогу в этой Голодайке уходит три часа. то есть, один час ты утром едешь на работу, два часа, потому что, пока поменяешь, пока приедет пересменка, пока не придет пряча, пока приедешь домой, вечером ты тратишь два часа, час просто так сидишь, ждешь их, и час съедешь. Три часа ты тратишь в сутки на то, чтобы приехать на работу и уехать с работы. Так, это уже обидненько получается. Вот как-то так. Ладно, наверное, если я больше ничего не буду показывать, что-то показывать. Все одно и то же, зад вперед катаешься. Вот в этом плане скучно. Если бы на какой-нибудь в межгород сесть, как раньше работал, там целый день можно все снимать, смотреть, красота какая. А тут считаешь кучки эти слева-справа. Скучно в этом. Вот в этом плане скучно. Ну, для лодайка то же самое. Там плечо либо на станции, либо на причал тоже небольшое. Ездишь, как дурак, зад вперед, зад вперед. Надо с чем-то смириться и что-то выбрать. Не будем загадывать, что будет дальше. Точнее, загадывать будем, но говорить не будем. Это какое-то говорят, депо хотя железной дороги нет. Не знаю, что за депо здание. Старое каменное. Вадик, Вадик. Едет, телефон и все снимает. Парни, наверное, вранцы молчат. На удивление. Обычно рация не замолкает. Видать, еще не проснулись. Ладно, всем хорошего времени суток. Утро, дня, ночи. А мы педалируем далее. Вот такая вот книжка, гармошка. Назовем ее гармошкой, не знаю, как она правильно называется. Насыпается, получается, в эту, в паржу. Что такое это? В паржу насыпается отсев, а потом эта вот гармошка, она, или как джалюзи, она раскрывается и накрывает. И корабль может быть долго-долго. куда ходят, корабли. Они по всей России ходят и в Европу ходят. Ходили в Европу, сейчас не знаю, куда они ходят. с Турции приходят, а, не с Турции, в прошлом году с Греции был корабль даже грузился. В общем, ветром отсев или мелкий щебень не сдует. Если пойдет сильный дождь, не намочит, не испортит продукцию. Прикольно придумали. А вот маяк, но он, правда, не действующий. маяк самбо. Мы туда пошли, вдали он так красиво смотрится, но с живым взглядом. На расстоянии вот с этого места, с пляжа еще смотришь на него, он красиво смотрится, а близко подходишь. О, Боже, что это за ерунда такая? Ну, ничего, я сразу туда ходил. Камера не выключается, телефон завис. Продолжение следует... Продолжение следует...